привет всем меня зовут сергей hello everyone my name is сергей сегодня мы продолжим нашу тему путешествий и после того как мы благополучно на такси приехали до нашего отеля вот в этом эпизоде нам нужно заселиться в отель и сегодня мы поговорим о том как правильно это сделать на английском языке today we're going to talk about how to use english when we get into a hotel когда мы заселяемся в отель нам нужно беспокоиться только о двух вещах то что нам нужно сказать и то что мы услышим сегодня об этом и пойдет речь если вы приехали в какую-то страну по делам или в путешествии есть шанс что у вас все забронировано и у вас есть какой-то гид-переводчик или партнер который вам все объяснит и заселит вас в отель и вам наверняка не понадобится все о чем мы сегодня будем говорить но я думаю лучше знать какие-то базовые фразы и предложения для того чтобы решить какие-то проблемы если они у вас возникнут но прежде чем мы поговорим об отелях и как в них заселяться давайте рассмотрим фразы которые мы должны знать независимо от того встречает нас что-то или не встречает эти фразы которые нам помогут в любых ситуациях за границей мы называем эти фразы инструментами общения communication tools когда с вами говорят на английском языке и вы не понимаете то что вам говорят лучше не делать вид что вы понимаете а сказать i don't understand если вы не совсем поняли то что вам говорят на английском языке лучше переспросить excuse me или could you repeat that please когда с вами говорят на английском языке и вы не понимаете смысла сказанного то вы можете спросить что вы имеете ввиду вот дюймин также можно спросить что это значит вот дазадми если с вами говорят на английском языке очень быстро вы можете попросить человека говорить чуть-чуть помедленнее could you slow down please используйте эти фразы в любой момент когда у вас возникли проблемы с общением на английском языке здесь вы убьете двух зайцев одним выстрелом вы попрактикуете английский язык и решите проблемы которые перед вами возникли ну а теперь давайте будем заселяться в отель когда мы заселяемся в отель нам не нужно знать очень много слов и выражений достаточно знать какие-то базовые предложения для того чтобы наконец-то получить эту комнату и принять душ после того как вы поздороваетесь первое что вы можете услышать это do you have a reservation забронирована ли у вас комната вас также могут спросить на какое время вы хотите заселиться в отель how many nights обратите внимание что по-русски мы наверное спросим сколько дней вы будете жить в отеле да а в английском языке спрашивают nights то есть вечера сколько вечеров и проведете в отеле если у вас еще не забронирован номер в этом отеле вас наверняка спросят какого типа номер вы хотите снять у дилайка с сингл рум о дабл гум вы хотите снять одноместный или двухместный номер еще один вопрос который вам могут задать это хотите ли вы чтобы у вас был включен завтрак do you want breakfast вы наверняка помните когда мы говорили о глаголе do вот в этом выпуске если вопрос начинается с глагола do то на него нужно отвечать yes или no забронирован ли у вас номер достаточно сказать yes or no do you want breakfast yes or no если же глагол do отсутствует в начале вопроса как например how many nights здесь нужно дать конкретный ответ how many nights one two three four five если же в вопросе вы услышали слово or то вам нужно будет сделать выбор между словом который стоит перед or и после or a single room или double room если же вы не поняли то о чем вас спрашивает то вам нужно воспользоваться одним из тех инструментов общения о которых мы только что говорили и которое я надеюсь вы уже записали у себя в тетрадку теперь давайте поговорим о том что нужно будет сказать вам если у нас забронирован номер то нам достаточно дать наш паспорт улыбнуться и подождать пока нам выдадут ключ к нашим апартаментом но если вы все-таки хотите попрактиковаться на английском языке то вы можете сказать следующее hello i have a reservation under и здесь нужно будет сказать именно который был забронирован номер например hello i have a reservation under алексей мурашёв если же номер не забронирован то вам нужно сказать следующее hello i'd like a room for здесь нам нужно сказать сколько дней мы будем жить в этом отеле но по-английски помните мы не говорим дней мы говорим night то есть вечеров если мы хотим остановиться в этом отеле на скажем три дня то нам нужно сказать hello i'd like a room for three nights please и не забывайте улыбаться еще две вещи которые вы можете узнать при заселении это со скольки до скольки завтрак и где он находится и когда нужно сдавать номер это очень важно потому что если вы выйдете из номера позже то с вас могут взять больше денег excuse me what time is breakfast извините когда у вас завтрак обычно когда вы задаете такой вопрос вам объяснять когда завтрак начинается и когда он заканчивается если вы не видите кафетерия или ресторана вы можете узнать где расположен завтрак excuse me where is breakfast вопрос номер четыре очень полезный потому что поменяв слово breakfast на любое слово вы можете узнать где что-то находится where is где что-то находится нужно ли добавлять excuse me каждому вопросу если вы задаете несколько вопросов подряд его можно использовать только один раз в самом начале это просто сделает ваши вопросы более вежливыми и более расположить персональ отеля к вам ну и последний очень важный вопрос what time is check out check out это сдача номера не забывайте задавать этот вопрос для того чтобы избежать проблемы с оплатой номера к сожалению когда мы живем в отеле мы можем столкнуться с какими-то проблемами наверное невозможно предсказать все проблемы с которыми мы можем столкнуться но мы можем разобрать самые простые проблемы и как с ними справиться на английском языке problems одна из самых распространенных проблем это то что вам что-то не понравилось в вашем номере и вы хотите его поменять по какой-то причине can I have another room please можно ли мне поменять номер в каких-то ситуациях вам придется объяснить почему вы хотите переехать и это можно объяснить очень просто если вы заселились в грязный номер то вы можете сказать my room is not clean если же вы заметили что ваш номер расположен на шумной стороне улицы то вы можете сказать my room is too noisy слишком шумный номер иногда когда мы заселяемся в номер нам могут понадобиться какие-то вещи и мы можем их попросить вот таким образом can I have please это может быть базовый вопросов для всех вещей которые вам понадобятся в вашем номере например если вам не хватает полотенец то вы можете сказать can I have some towels please в отеле немного холодно и вам нужно еще одно одеяло can I have extra blankets please возможно вам не хватает подушек can I have extra pillows please если же в туалете вы не обнаружили мыло то can I have some soap please ну а если же в туалете еще отсутствует и туалетная бумага can I have some toilet paper please но если вдобавок еще что-то и сломалось то об этом мы можем сообщить вот таким образом еще одно базовое предложение которое мы можем использовать с разными вещами например кондиционер сломался мы это можем сказать the air conditioner is broken или the AC is broken если же сломался душ the shower is broken если же не работает телевизор the TV is broken вот еще несколько полезных фраз после того как мы удачно заселились в наш номер и у нас есть все что нам нужно место в отеле где мы заселяемся в отель называется reception desk это также место в котором вам могут помочь с любыми проблемами которые у вас возникнут если вы любите сами гулять по незнакомым городам то вам возможно понадобится карта этого города ее можно спросить на reception desk вот таким образом excuse me do you have a map также не помешает знать местоположение отеля на этой карте если вам это сразу не скажут то вы можете спросить это таким образом could you show me where our hotel is please если вам кажется что это очень длинная фраза то мы можем спросить более простым способом where is our hotel также на reception desk вам могут сказать где что-то находится в городе если вас интересуют конкретно какие-то места то вы можете спросить об этом таким образом excuse me do you know where что-то is если вы любите пить кофе в старбаксе например то вы можете об этом спросить excuse me do you know where a starbucks is очень часто при выезде из отеля нам ничего не нужно говорить просто отдать ключ от нашей комнаты и выйти из здания если же у вас есть какое-то время до самолета и у вас еще есть время погулять по городу и вы не хотите брать с собой чемодана вы можете оставить их в отеле вы можете спросить об этом вот таким образом can i leave my bags here for a while могу ли я оставить мои чемоданы на какое-то время у вас наверняка не будет с этим проблем вас наверняка только спросят номер вашей комнаты в которой вы останавливались и на какое время вы хотите оставить ваш багаж здесь можно использовать слово hours то есть часы если вы хотите уйти на 2-3 часа то вы можете сказать 2-3 hours заключение хочу сказать что сегодня мы разобрали базовые слова и выражения которые вам понадобятся при заселении в отель не забывайте использовать инструменты общения если у вас возникли какие-то проблемы в описании к этому видео я оставлю еще какие полезные выражения и слова которые вы можете использовать когда заселяетесь в отель при изучении языка не забывайте ставить небольшие цели для себя например на этой неделе вы можете поставить себе цель подучить фразы которые вам помогут при заселении в отель помните что для того чтобы успешнее запоминать какие-то слова выражения всегда составляете примеры со словами которые вам необходимы я уверен что многие из вас куда-то уже летали где-то уже останавливались и уже сталкивались с какими-то ситуациями теперь все что вам нужно это вспомнить с чем вы сталкивались в прошлом и записать в вашу тетрадку те предложения и вопросы которые вам помогут в ваших будущих поездках always make examples that you will remember in real life situations в наших следующих выпусках мы разберем полезные и базовые фразы и предложения которые вам понадобятся при переговорах с вашими деловыми партнерами или при посещении производственных фабрик не забывайте что practice makes perfect ну а на сегодня все see you later